Давайте мы начнем. Я надеюсь, что все выключили звуки мобильных телефонов. И первым на сцену я приглашаю Романа Ланкина. Встречайте. Добрый вечер, друзья. Я хочу согласиться с Антоном по поводу песен. Ведь действительно, наверное, в авторской песне так заведено, что человек, который сам придумывает песни, он просто вынужден быть хорошим исполнителем этих песен. Потому что если он их не исполнит хорошо, их просто никто, к сожалению, не услышит. Но когда мы говорим о Луферове, мы говорим об исполнителе высочайшего класса, и нет никакого сомнения, что так, как пел свои песни Виктор Луферов, наверное, никто их не сможет спеть. Но значит ли это, что их не надо петь? Мне кажется, что песня живет, она жива только тогда, когда она исполняется. Плохо ли, хорошо ли, тут уж у каждого, у каждого, сколько дано таланту и возможности, но петь эти нужно песни, потому что только тогда они будут жить. Я в этом уверен. Виктор Архипович подарил нам огромное количество прекрасных песен. И я хочу вспомнить и начать этот концерт с песни, которая вошла в мою программу, которая называлась «Двадцатилетняя». Потому что это песни, которые были сочинены авторами в пору их двадцатилетия, то есть от 20 до 29 лет, когда им было. И вот в 28 лет Виктор Луферов сочинил песню, которая для меня по-прежнему остается шедевром. Я мог бы об этом, наверное, целую лекцию вам прочесть, но лучше я спою. Эта песня, которая называется «В толпе». Одиночество развеять я приехал на вокзал. Среди сотен лиц, мелькнувших, ну, хотя бы одно узнал. Дрогнул всем сердцем, он голос ее услыхал. Встретить тебя, боже мой, ах, какая удача. Не расставайся со мной, он ей сказал. Не оставляя одного, встал на колени. Пусть за любовь мне любая расплата грозит. Буду я твой до последнего сердцебиения. Что-то, ну, что-то она отвечала ему. Нет ведь причин никаких для разлуки. Мы неразлучными будем навеки с тобой. И его голову помнили нежные руки. Долго ли длилось счастливое их забытие? Кто же считал, но одно достоверно и точно? Видели люди, как шли они врозь, а еще, Как потерялись в толпе одиночки. Не удержусь, скажу, почему, чем я восхищаю эта песня. Пусть это не будет походить на лекцию. Вы знаете, эта песня уникальна. Потому что в нашем веке, и в двадцатом веке, И в веке, в котором мы живем, Пафосно говорить о любви нельзя уже. Это запрещено какими-то неписанными законами. Поэтическими ли, может быть, наслушанностью всего того, Что мы прослушали уже про любовь за эти полтора-два века, Когда о ней говорит русская поэзия так ясным пушкинским языком. И это пафос. Но Луферов использует пафос в этой песне. Посмотрите, какая она пафосная. Посмотрите, с каких разных точек зрения в этой песне сходятся характеры. И здесь и от второго лица, и от первого, и от третьего. Здесь, в общем, столько разного всего. Вот именно как мастер, мне кажется, он просто здесь не превзошел самого себя. Хотя было ему всего лишь 28 лет в ту пору. Вот. И вторая песня, которую я очень люблю, Она называется «Дерево три», Потому что деревьев у Виктора Архиповича было много песен. Но вот одна из них запала мне в душу. Я ее с тех пор пою. «Дерево три». Что дерево сломано было давно, В январске еще снегопад. Об этом я знал, как-то глянув в окно. Гляжу из-под снега торчат Корявые сучья и небу упор, Высоко обломанный ствол. Я часто глядел из окна за тех пор, Как снег усыпляющий шов. Но вот искореженный ствол обхватив, Стою на весенней горе. Зеленые почечки, Божьи глазки Проклюнулись в черствой коре. О, сколько же надо терпенья и сил Внутри древесина бела. Но тот, кто зеленый глазок свой раскрыл, Тому там чернитная тьма. Не верить, что только сала впереди И ветра заносчивый свист, И тайную прятать мечту на груди В пружинно закрученный лист. Однажды в потьмах вдруг решится пора, Но ужас, да ужас какой, Вдруг тнуться туда, где в два слоя гора, Как в стенку в потьмах головой. О, жизнью случайная участь моя, Ты дашь мне терпенья и сил, Но только древесная плавдия Кромешней чертежных чернил. Открыт до отказа глаза в белый свет, Да в самом ли деле он пел. Укрыт он морщинистый коркою лет, Я столько в нем тьмы подглядел, Но чудится свет, И за этой углой Вся жизнь прорастания пора. Не ткнуться бы только в ботимах головой, Туда, где в два слоя кора. Не ткнуться бы только в ботимах головой, Туда, где в два слоя кора. Спасибо большое, Рома. Можно холл убрать. Подожди секунду. Вот такие прекрасные исполнители у нас участвуют сегодня в концертах. Я хочу сказать, что 31 мая здесь будет соль, вернее, не соль, но двоих концерт Романа Ланкина и Игоря Набоких. 30 мая. Вот, приходите. И Рома, и Игорь представитель Томской школы авторской песни. Оба живут сейчас в Подмосковье. И 1 числа, 1 июня Романа здесь же можно будет увидеть в концерте песен на стихи Дмитрия Антоновича Сухарева. Будет большой сборный концерт. И, в общем, приходите, будет здорово. Что еще? Все, ладно, про Рому пока не будем. А на сцену выходит Михаил Орлов. Песня называется «Посвящение Франсуа Леону». Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу. Помоги, сказал Отец, собраться в путь. Взаряди да приодей, а к людям попаду. Сверху присмотреть за мной не позабудь. Сами знаете, Бог даст все, что не попроси. Даст и ум, и глупость даст. Да что ж, не дать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Долго он копался в сваленной тамбетоши. И такую плохонькую из одежд Мне дает и говорит, сынок, ты нет уже. Главное, не растерять надежд. И протягивает башмаки дырявые. На меня, надейся, сам ты не плашай. Башмаки они и новые износятся. Главное, не износилась бы душа. Башмаки они и новые износятся. Главное, не износилась бы душа. А еще мне Бог в дорогу эту дальнюю Посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал Господь, гора с горою сходятся. Может, свидимся когда-нибудь потом. И сказал, ответь тому, кто крикнет вслед тебе, Кто в цветочий век наш бост, дурак, мол, тот, Что презренным Бог дает корыто сытости, А любимым Бог скитания дает. Что презренным Бог дает корыто сытости, А любимым Бог скитания дает. И с тех пор я по земле иду без устали, Чем могу, делюсь со встречными в пути. Так смеюсь, что не возьму, все вам останется, Я с собой могу себя лишь унести. И такая впереди дорога длинная, И судьба короткая одна, Что в карманы я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин ты Бог мне дал без дна, Что в карманы я не положу, все выраю. Лей, не лей, кувшин ты Бог мне дал без дна. А мне хоть раз в году взглянуть, А мне хоть раз в году шагнуть На эту тесную дрожащую площадку И за собой туда втащить мой верный старенький рюкзак, В котором котелок лишь до палатка. А мне на месте не судьба, Сидеть на месте не судьба. Ну что ж поделать, если тянет все вскитание, Зовут дороги и леса, Зовут рассветы поезда, Кричат давай кончай с родней прощанье. С ветра весного обнимусь, И всем рассветом разбахнусь, И поделюсь со всеми всем, Что есть по-братски. Оставлю только лишь себе Скрип снега в снежном феврале, И для себя самим придуманные сказки. И рассядутся сороки Мажорным призвучьем на звенящих струнах проводов. И будет мало километров от начала пути, И так много допыльных городов. И белым сусликом мелькнет, Который год скитаний год, Как белый столб километровый у дороги, Который раз весна придет, Листвой карманы мне добьет, Усталостью нальет мне ноги. Но рассядутся сороки Мажорным призвучьем На звенящих струнах проводов. И будет мало километров от начала пути, И так много допыльных городов. И так много допыльных городов. Друзья мои, я хочу сказать, Что у нас четыре места свободны на первом ряду. Мне кажется, кто сидит там далеко, Может здесь переместиться, Пока есть такая возможность. Здесь лучше видно, Но правда очень громко слышно. На сцене появляется Алексей Марчин. Лёша появляется... Появляется Лёша... О, спасибо. Нет, нет. Лёва знает. Я тоже знаю. Нет, Лёва знает уникальный рецепт, Который сам не придумал. Гитара-таш. Можно расстроить. Я попрошу прощения, Что я милостью Антона спою Три песни, Причем, по-моему, Три те самые песни, Которые мы говорим, Луферов подразумеваем. Приходите, приходите, Приходите же гурьбою, Как осенний листопад. Говорите поперёк, Говорите в разнобой, Говорите не в попад. Ради Бога, приходите, Трубки дымные, Курите, отряхните пыль дорог. В доме злых собак не держат, У квартиры цифры те же, И в исправности звонок. В нетерпенье, ожиданье, Я окно раскрыл напрасно, И уж вышло так само. Листопад влепил под сердце, Одичалый лист кленовый, Одиночество клеймо. И листву, как занавеску, Вдруг сорвало, Обнажая небо хмурого проём. И я понял, что не стоит Никого винить на свете В одиночестве своём. Так приходите, приходите, Приходите же гурьбою, Как осенний листопад. Говорите поперёк, Говорите в разнобой, Говорите не в попад. Ради бога, приходите, Трубки дымные, Курите, отряхните, Пыль дорог. В доме злых собак не держит, У квартиры цифры те же, И в исправности звонок. В нетерпенье, ожиданье, Я окно раскрыл. Построил дом себе я Из консервных банок, И ярко-красное Сошью себе пальто, И проживу жизнь чудаком Из старых сказок, Который смотрит в мир С раскрытым ртом. Я буду верить Всякой чертовщине, Гадать по снам, По птицам, По руке, И верить, Что плывёт Куда-то Небо, Раз облака плывут Вниз по реке. А чтоб быстрей Росли деревья И цветы, Я буду По утрам Играть На флейте, А чтоб От нас Не улетали Журавли, Завидев Первый снег Мечтать о лете, И надо мною Будут Все смеяться, Но если б, Люди, Не было бы Вас, Я от тоски Не то что год Или Неделю, Я б дня Не прожил, Умер Через час. Ну и вот как раз Непафосная песня О любви. Не плачь, Дядя, Не ты Один сиротка, Не ты, Не ты Последний, Кому пришлось Уйти, Да брось ты Эти розы, Отдай вон Твой красотке, Раз той, Кого ты любишь, С тобой Не по пути, Она была Прекрасней, Чем все Розы мая, Ты ей готов был Сердце свое И впрямь отдать, Одним Любовь, Забава, А ты, Я понимаю, Ведь ты ее Пол жизни Будешь вспоминать, Ведь многие, Я знаю, Раз-два И разбежались, Любовью называя Свой маленький Роман, Такой, Чтобы не очень Другие Догадались Не очень Опустили Чтоб сердце И карман А ты Ты все Долбай Пусть только Улыбнется Ну что с тобой Делать Советчик, Я плохой Мучение Такое Не каждому Дается Оно Тебе Приятель За то, Что ты Живой Едва ли тут Все дело В твоей Дурацкой Шляпе Но все Ж купи Другую И снова Ей звони И шутка Лень Не шутка Быть может Не прошляпишь На этот раз Наступят Любви Прекрасны Дни Не плачь Дядя Спрячь Свои Слезы Я тоже Завтра Шляпу Себе Новую Куплю И пусть Мне прямо В сердце Шипы Вонзают Розы Я все Равно Поеду К той Которую Люблю Не плачь Дядя Спрячь Свои Слезы Не плачь Милый Не ты Один Сиротка Не плачь Спасибо большое, Леша Вы сможете еще Алексея Марченко услышать с 1 июня здесь, как минимум Вообще приходите в центр авторской песни, Алексей там преподает гитару Там его, вероятно, можно увидеть чаще Сейчас на сцену выходит Кирилл Григорьев Пока он выходит, я расскажу, что это тот самый человек У которого очень много оказалось в репертуаре песен Виктора Архиповича Который нигде не выступает вообще А зачем перевернул? Может, поцентрение нужно? Может, я не знаю, еще дать со стола И чуть-чуть к вам в сцене начаться Спасибо Настройка сложная дел Как дело было? Я-то слышал у Виктора Архиповича в основном сначала только на записях Вообще не знал, что это такое Был очень маленький Потом я подрос, и какое-то у меня случилось лето Мне лет 13 У меня, значит, это диск Ничего больше нет Гитара и два класса музыкальной школы И все лето я провел, соответственно Пытаясь научиться играть Мне кажется, благодаря Виктору Архиповичу Я стал играть не гитаре, а там вот Как-то серьезно Потому что до этого уже музыкально, школу на уйти Думаю, что это такое Он был именно человеком, который меня вдохновил Поэтому столько песен в репертуаре Одно то, что нигде не играю Ну, жизнь такая Я знаю дом, нет проку в нем В нем перевернуты вверх дном Все чашки, сковородки и кастрюли Не убегая далеко Бежит на печку молоко Решив прилично пять минут Хозяева уснули Проснуться будет кутерьма Иных сводящая с ума И непонятная другим И суета, и спешка Но, приходя в тот странный дом Всегда я думаю о том Что этот дом он дан другим домам Как бы в насмешку Там шкаф на месте не стоит Читать букварь, башмак бежит Повсюду прыгает белье Как клоун на веревке Там ночью под кроватью спят За сковородок суп едят И может прыгнуть со стола На ваш пиджак селедка Действительно, порядок в нем Днем не отыщется с огнем Конечно, в самом деле Нет в том ничего хорошего Но слышал я, что в доме Том в каком-то месте Под тайном Волшебник Ники положил Чудесную горошину О, счастлив в жизни будет тот Кто ту горошину найдет Да вот найдет ли кто ее Однажды, ах, однажды Жильцы ж не ведая О ней живут И не считают дней И так за годом год идет Не повторяясь дважды Все верно, все очень необычно И первая песня, которую студентка Помню, выучил, но была очень интересная Потому что как раз у меня были Всякие чудные галисандры И просто эта песня была Раздольем для моих упражнений Ну и сама по себе она очень красивая И она в невседомочный вопрос И она в невседомочный вопрос Ну, здравствуй, солнце Залитый перрон Я прибыл в счастье Своему столицу Пусть катится Обратно мой вагон Туда, куда уж мне Не возвратиться Я налегке Бежал из той страны Где не хватало мне И воздуха, и солнца Где песни так Тоскливые и темны Как взгляд на мир Сквозь пыльное оконце А здесь шел дождь И дышится легко И на асфальте В шкатулке В шкатулке Весь мой скал В моей руке Один цветок Легко Ранимый И как твердит Молитву Беглый ран О, так твое Твержу Любовь я имя Я все сменял На твой свободный плен О возвращении Не может быть И речи И ты Виновницей чудесных перемен В крылатом платье Мне летишь навстречу И ты Виновницей чудесных перемен В крылатом платье Мне летишь навстречу Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Когда я чуть подрос, у меня появилось больше интереса к романсам, ну и умение чуть-чуть играть появилось. Петь еще тогда нет, тогда еще петь не умел, но очень старался. И с той поры я хочу вспомнить пару романсов, которые тоже одни из самых любимых Виктора Архиповича. КОНЕЦ Уговор такой, спроси любого в этот миг, ты что молчишь, махнет рукой. КОНЕЦ Свечи агарок оплывают и рвется разговор нить, А о другом уж вроде поздно и неохота говорить, что сходство некое здесь есть. Догадка небух весть какая, а свечку нечего жалеть. КОНЕЦ В конце концов, не золотая. А пламя вьется, как живое, взгляни за нашою спиной. И комната, и свет, и тень, они все заняты игрой. А мы как будто ни при чем, и так ведется с давних пор, Что тем играет безудержней, чем наш слабее разговор. Но оттого, что свет не стойк, так не любой, и он погас, Вдруг станет сладок мне и горек среди друзей. Прошедший час отрезк свечи напомнит нам. Старинный уговор такой, погасла свечка по домам, А свечки нет у нас другой. Когда вновь встретимся, другая, не в половину или в треть, Свеча нам будет молодая. Высоким пламенем гореть, А это нас не пожалела, Чего же нам ее жалеть? А следующий романс, он просто в моем мнении скромный, Самый невероятный. День-день сквозь старый город Скрипит и скрипит, И скрипучий о жажде лёгской говорит, Как колодец глубокой о жажде привычно томящей. Вот и ждем, словно праздником, Вдруг запоем от скрипения города вдаль, Уйдет голос скрипки, Ах, скрипка, ах, старенький ящик. Пусть твой голос однажды нас вдаль уведет, Пусть вдали не смолкает, Пусть дольше поет О счастливой любви молодой и любови пропащей. Может быть, мы тогда и поймем, что к чему, Что же сердцем любви постигать, Что умом разберемся над умонной нами Любви и любви настоящей. АПЛОДИСМЕНТЫ Самая первая песня, Это вообще мне было, наверное, года три, Еще в бессознательном возрасте. А то, что в бессознательном возрасте, Лучше всего западает мозг. Вот так у меня было. Две вещи в мозгу. Брандебургские концерты Баха С одной и той же пластинкой. Другой пластинки не было. И вот эта песня, Обрывок песни на кассете. В колодезный квадрат двора Пришел к нам музыкант с утра. Ах, Боже мой! И в равнодушной тишине Запел о птицах и огне. И о любви одной Он о закрытом спел окне, Он спел о бешеном коне. Еще он спел О Иве женщине одной, Как плачет Ива над рекой. Еще потом, Как он безмерно одинок, Как падает к ногам цветок. Еще потом, Как стены старые темны, Как серебритых свет луны. И еще потом, Как в битве был король убит, И на голову был разбит его Гвардейский полк. Как плачем чался вдаль гонец, И сердце билось, как тенец. И музыкант умолк. И окна взглядом он обвел Одной из двух я плохо пел, Ты плохо пелец. И черствей я не встречал, Чем в этом чертовом дворе Людских сердец. Как глухо голос здесь звучит, Как окон мертвен на стекло. Но, Боже мой, Как вздох раскрылось вдруг окно, И сердце радостью такой Обволокло. И сверху женщина глядит, К его ногам летит цветок. Ах, Боже мой, Ведь ты теперь мой музыкант, Глаза от радости закрой. Не один. Ты бой на окна, не смотри, Лицо ты к небу запрокинь. Ах, Боже мой, Как стены старые темны, Но над твоей головой такая синь. И он запел, день промелькнет, Взойдет вечерняя звезда, Закроется окном. Ведь в этом чертовом дворе Спокон веков и навсегда Так заведено. Сквозь арку темную уйду, Цветок подаренный храня. Но, Боже мой, Танцы по лыжной мостовой Всегда бросают гроши здесь, Здесь вспомнят про меня. И он цветок земли поднял И в арку темную шагнул. И вот уж разобрать с трудом Сквозь толщу каменных домов И уличный тяжелый путь, Что он поет о том, Как музыкант пришел с утра В колодезный квадрат двора. Ах, Богу, Боже мой! И в равнодушной тишине Запела птицах и огне И о любви одной. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит. Тут первый блок, А не первое отделение. Отделение еще продолжается. Требя песенка, Немножко поспокойнее, Позадумчивее, Но, конечно же, С намеком на надежду. Красный, синий, голубой Выбирай себе любой Это наш закон людской А не детская считанка Если выбран голубой Синего не взять, а жалко Впрочем, это тут держи У иных такая малость Был да только улетел Ниточка в руках осталась Что ты, что ты, моя мама Ничего, дружок сердешный Осенька на поти трамы И давно пусты скворечни Чисто выметь наш двор Ни травинки, ни соринки Где-то радио поет Как торгуются на рынке В путь нас скоро пригласят Вдоль по улице безлюдной Все поймем про рай и ад Жизнь была чудной И чудной Остается лишь одно Про себя тихонько петь Чаще в небо голубое Реже по ноге смотреть Чаще в небо голубое Реже по ноге смотреть Что ты, что ты, моя мама Переменим разговор И весна надежды стоит Зарастет травою двор И тогда, ах, моя мама Будет все, как год назад Зарастет весь двор травой И скворцы заголосят Зарастет весь двор травой И скворцы заголосят Спасибо большое Кириллу Аля, скажи, пожалуйста А 24-го Кирилл участвует в концерте или нет? Да Послезавтра здесь будет концерт про кошек Который организует Аля Каренбет Это третий концерт из цикла Большой секрет для маленькой компании Потому что, если вам не хватит Во втором отделении Еще шесть песен Кирилла Григорьева В исполнении Кирилла Григорьева Приходите 24-го сюда Да, прежде чем Сейчас выйдет последний участник Первого отделения Я хочу сказать Что сегодня у нас на звуке Помимо того, что прекрасный Гитарист, харпер, басист И много-много-много чего Один из лучших звукорежиссеров Европейской части нашей страны Лев Викторович Кузнецов На сцену сейчас выйдет человек Который, помимо того, что здорово поет Очень красиво поет Здорово играет Он еще и изготавливает Очень крутые гитары и гусли Гитары я еще делаю Да ты что? Я долго начал Начал? Ну гусли делает Иван Добовицкий Встречайте, пожалуйста Теперь точно придется делать гитары Теперь точно придется делать гитары Микрофон Микрофон, микрофон, да я знаю Мне его петь Маленький джаз Пусть проедет по улицам Некто в шикарном авто Про кого я невольно подумал бы Да, это князь Пусть придут легионы избранников Супер-Лото И светут все кривые заборы И хамство, и грязь И как только вокруг прорастут благородство черты Все, я лидер вчерашней мечты И вчерашнего дня Мое место в музее фигур восковых Вот костыль Вот медаль и табличка Награда настигла меня Князь за место и чины Я не дрался под красной звездой Я сражался под знаком иным На гражданской войне Но сейчас я сижу на миле Я вчерашний герой И как жить меня учит юнец Что досадно вдвойне Князь сейчас у заборов Толпится в грязи полстраны Там открыт балаган Но за ширму нельзя подсмотреть Там стоит тендермен Вышивала и песню войны С кошельком простака Новый хит рвет холодная медь И сияет в даре уголовно Ларечный клондайк Он сияет шикарным авто Надвигаясь на нас И мерещится мне Сквозь огни нам Обещанный рай Джентльмен, не стреляй Я играю в свой маленький джаз И я играю в конец Субтитры создавал DimaTorzok Глень мы пили вроде много Из кувшина зеленого, гляня, кувшин зеленый Полон, глянь, ребята, полон А на древо вековое у верхушечки сухой Ворон уже взлетает Ворон, глянь, ребята, ворон А мы дерево повалим в клетку, ворон А посадим вы, щеплен тебе, ворон Перезы твои повадки И опять наполним чаши И вокруг кувшина с пляжным А и до кувшин зеленый Клонит сон хмельной сладкий А уснем вы не будите с нами рядом Положите дудочку берестяную Эх, дудочку, ребята, дудку И полыни, ветку пивы И мать мачеку с крапивой А еще не забудку Эх, надо ну хоть и не забудку Разливай Выпивай Эх, вот и выпили мы снова Из кувшина зеленого Глянь, а кувшин зеленый Полон, глянь, ребята, полон Ай, 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 ай Ай, ты далёка ли лётла, Ай, была ли в стране неведомой, Ай, видала ли башню Вилонскую, А мне б мужичку твои до крылышки. Лёт голубой цветочек, Сколько муки тебе суждено, Мнут тебя треплют и мочат, И стравинки творят полотно. Всё в тебе обрекли умиранью, Только часть уцелеть должна. Чтобы стал ты драгоценной тканью, Что тонка и бела и прочна. Трепи, трепи меня, Боже, Разминай, как зелёный лён, Чтобы стал я Судьбой своей тоже Полотно изо льна Превращён.